С 1 января единого налога на вмененный доход больше не будет основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенной тарифной политики Российской Федерации на плановый период 2021 и 2022 годов, одобренными в целом правительством Российской Федерации, продление действия системы налогообложения в виде ЕНВД не предусмотрено. У налогоплательщиков, соответственно, возникают вопросы, как же действовать в связи с такими переменами. И поговорим мы сегодня об этом с Галиной Евгеньевной Маликовой. Здравствуйте, Галина Евгеньевна. Добрый день. Итак, Галина Евгеньевна, нужно ли подавать заявление о снятии с учета в качестве плательщика ЕНВД? Нет, подавать заявление о снятии с учета в качестве плательщика ЕНВД не обязательно. Вас снимут в автоматическом режиме, и это единое положение для всех налогоплательщиков. А как и когда подавать последнюю декларацию по этой системе? Последняя декларация подается так же, как и за предыдущие периоды. То есть декларация подается по 20 января 2021 года. При этом оплата налога производится до 25 января 2021 года. Есть ли какие-то альтернативные режимы для плательщиков этого единого налога по вмененному доходу? Конечно. По умолчанию всех налогоплательщиков переводят на общую систему налогообложения, которая предусматривает уплату налога на прибыль для налогоплательщиков организации и НДС. Для налогоплательщиков индивидуальных предпринимателей предусмотрена уплата налога на доходы физических лиц и налога на добавленную стоимость. Но помимо этого у наших налогоплательщиков, конечно, есть альтернативные варианты выбора специальных налоговых режимов. А именно это упрощенная система налогообложения, это единый сельскохозяйственный налог, это для индивидуальных предпринимателей патентная система налогообложения, а также налог на профессиональный доход. Итак, упрощенная система налогообложения. Как к ней перейти? На упрощенную систему налогообложения необходимо подать заявление. По 31 декабря подается заявление о переходе на упрощенную систему налогообложения. Для тех налогоплательщиков, которые предусматривают именно этот спецрежим в дальнейшей своей деятельности. Но надо обратить внимание, что если у налогоплательщика уже есть выбранный специальный налоговый режим, упрощенная система, то второй раз заявление, конечно, подавать не надо. При этом заявление о смене объекта налогообложения не так же имеет право подать до 31 декабря, поскольку в упрощенной системе налогообложения у нас есть два объекта. Это доходы 6% от выручки и доходы, уменьшенные на величину расходов, это 15% от чистой прибыли. И как же учитываются расходы на покупку товаров для перепродажи при переходе на упрощенную систему? Ну, что касается расходов на покупку товара для перепродажи, то по правилам УСН такие затраты учитываются по мере реализации этих товаров. Следовательно, если организации ИИП приобрели товары для их перепродажи в период применения ЕНВД, а продали их уже с объектом налогообложения доходы минус расходы, то базу по упрощенному налогу можно уменьшить. Главное – иметь подтверждающие документы. Обращаем внимание, что недавно принят закон, который предусматривает переходные периоды по учету расходов на сырье и материалы. Их также можно учесть в базе по налогу на УСН. И теперь перейдем к следующей системе. Налогообложение – это патентное. Как и кто может на нее перейти? На патентную систему, как я уже говорила, переходят только индивидуальные предприниматели. Причем по законодательству заявление надо подавать за 10 дней до начала деятельности, до начала применения патентной системы налогообложения. Но на сегодняшний день для обеспечения бесшовного перехода со специального режима единый налог на умененный доход на патентную систему налогообложения разрешено подавать заявление по 31 декабря включительно для тех налогоплательщиков, которые предусматривают в своей дальнейшей деятельности данный специальный налоговый режим. И есть единственное ограничение по применению, то есть оборот по патентной системе не должен превышать более 60 миллионов по данному направлению и не более 15 наемных работников могут иметь. Ну и естественно надо смотреть те виды деятельности, которые попадают. Но это длинный список, он указан весь в налоговом кодексе и на сайте www.nalog.ru там есть определенный перечень видов деятельности. Тем более, что данный перечень расширен в текущей ситуации и дополнен. Допустим, у нас дополнены такие виды, как техническая, есть определенный перечень, но какие-то более популярные, допустим, техническое обслуживание автотранспортных средств дополнено таким видом, как мойка и полировка. То есть раньше мойки у нас на патенте не было, теперь она введена. И такие основополагающие, я хочу сказать, изменения, как налогоплательщики, которые имели больше 50 квадратных метров, не могли применять патентную систему. Сейчас это введено в кодекс и налогоплательщикам, которых площадь обслуживания зала торгового и обслуживания посетителей общепита больше 50 квадратов, но не менее, не более 150, они имеют право также перейти на патентную систему налогообложения. И еще один нюанс для патентной системы налогообложения, что сейчас, на сегодняшний день, налог, уплаченный по патентной системе налогообложения, имеет возможность быть уменьшенным на сумму страховых взносов, которые налогоплательщики платят за своих наемных работников и за себя лично. Но за наемных работников они уменьшают не более чем на 50%, а за себя лично они могут уменьшить на полную стоимость тех взносов, которые были уплачены ими в течение деятельности. Хочу оговориться о том, что на сегодняшний день это есть в кодексе, но сам порядок уменьшения еще пока что как бы не доведен и не принят. Поэтому очень многие обращаются с вопросами, каким образом это будет сделано. Я думаю, что это все будет принято и дивидено, и до налоговых органов, а мы, естественно, доведем до налогоплательщиков. Каким порядком, каким образом? На сегодняшний день в законодательстве прописано, что это возможно сделать. И теперь к следующей системе, да, кто может применять налог на профессиональный доход? Очень интересная тема. Это налог на профессиональный доход могут перейти как физические лица, которые никогда, конечно, не занимались ЕНВД, так и наши плательщики ЕНВД, индивидуальные предприниматели. Поскольку данный налог на профессиональный доход разрешен и для той, и для другой категории налогоплательщиков. Но очень многие налогоплательщики, которые находятся на едином налоге на обмененный доход, оказывающие такие услуги, как, допустим, ремонт обуви, маникюрные, косметологические услуги, по пошиву каких-то, в основном это оказание услуг населению, где работает один человек, потому что плательщики НПД не имеют права иметь наемных работников, и их оборот за год не должен превышать 2,4 миллиона. Но это очень удобный налог для налогоплательщиков, потому что он не предусматривает приход в налоговую инспекцию, не предусматривает подачу декларации, покупку патента. Для этого надо регистрироваться на сайте, включать мобильное приложение «Мой налог» и, совершая определенное действие по начислению своих доходов, вам будет приходить уведомление об оплате. И еще большой, как бы, для некоторой категории граждан, которые, допустим, имеют основное место работы, и у них по основному месту работы уже начисляются страховые взносы, данный налог предусматривает добровольную уплату страховых взносов, и налогоплательщик, даже тот же индивидуальный предприниматель, у которого фиксированные платежи, страховые взносы, является его обязательством, при данном налоге этого обязательства уже не имеет, они уже платят на добровольной основе. Но хочу сразу оговориться, потому что опять идет какое-то недопонимание, люди считают, что они работают на налоги на профессиональный доход, и у них уже идет и трудовой стаж, и пенсия. Нет. Если налогоплательщик не платит страховые взносы в пенсионный фонд, то он не будет иметь страхового стажа пенсионного, и у него не будет начисляться пенсия. Для этого нужно оформить договор добровольного пенсионного страхования, и тогда ему будет начисляться и трудовой стаж, и пенсия. И теперь вот такой вопрос. Если, допустим, человек поработал год в патентной системе налогообложения, и потом решил взять и перевести по тому же виду деятельности себя на другую систему налогообложения, возможно ли это? Вы знаете, нет. Это возможно только в очень редких случаях. По тому же самому виду деятельности по патенту, вообще от патента просто так отказаться нельзя. Если налогоплательщик приобретает патент, он его покупает, и отказаться от патентной системы налогообложения или уйти с патентной системы налогообложения можно только в случае, если у него нарушены какие-либо ограничения по патентной системе налогообложения, либо он прекращает деятельность по данному направлению, по данному виду деятельности, вообще прекращает ее, тогда он имеет право на перерасчет патентной системы налогообложения. Другие варианты кодекса не предусмотрены, то есть плательщик работает он, или он притормозил свою работу, он все равно оплатит патент полностью. И раз уж мы к таким немножко более частным случаям пришли, то, допустим, вот такой пример. Индивидуальный предприниматель работает по упрощенной системе налогообложения и сдает в аренду нежилое помещение. И в течение года он хочет перейти на патентную систему налогообложения по тому же виду деятельности и вот в отношении этого же нежилого помещения. Вот такое возможно? Нет, такое тоже невозможно, потому что по налоговому кодексу отказаться от упрощенной системы в течение года тоже нельзя. Вот в данном ситуации получается такое направление, что мы по данному объекту уже применяем упрощенную систему и отказаться мы от нее не можем. Но если в течение года возникают другие объекты, которые можно сдать в аренду, по ним можно взять патент, по другим видам деятельности можно взять патент. Но именно по данному виду деятельности, по данному объекту уже уйти от упрощенной системы нельзя на патент. Как теперь налогоплательщику сориентироваться? Какая система для него выгоднее и удобнее? Конечно, для того, чтобы налогоплательщик сориентировался, для выбора подходящего оптимального режима налогообложения на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru создан информационный сервис. Выбор подходящего режима налогообложения, который призван помочь налогоплательщикам подобрать для себя оптимальный режим налогообложения. С его помощью налогоплательщик в интерактивном режиме, исходя из заданных параметров, может подобрать оптимальную систему налогообложения. В зависимости от этих параметров информационный сервис предложит подходящий налоговый режим и информацию о порядке перехода на него. Спасибо, Галина Евгеньевна, что рассказали так подробно нашим телезрителям, вашим налогоплательщикам, обо всех системах. Я же прощаюсь с вами до следующих выпусков. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова